вечер становится теплее когда мы смотрим прохождение на виртуазила game world я вас всех приветствую друзья и мы продолжаем с вами проходить файнал фэнтези 4 все проводят вечера по-разному кто-то занят бессмысленными развлечениями кто-то смотрит адскую пропаганду по тв но мы же знаем что провести вечер по стоящему можно на виртуазила game world проходя игры на сто процентов а такие прекрасные игры как файнал фэнтези только усиливают удовольствие от время проведенного здесь даже в пещерах вы можете найти точки сохранения используйте их с умом а можно я буду их использовать с умом и сердцем так здесь нам сейчас рассказывают банальные азы игры но вы можете активизировать функцию автобитва нажав си во время битвы в этом режиме ваш отряд будет автоматически совершать действие которую вы задали в меню навыков надо будет попробовать как это работает но знаете никогда не помешает еще раз ознакомиться с этим всегда можно найти что новое для себя даже в тех в тех вещах которые мы уже знали всегда можно найти что полезное решимость немаловажный фактор в бою если вам ее не хватает вы можете понизить скорость боя я всегда так делаю хотите испытать себя попробуйте переключить режим боя на активные в настройках игры это позволит вам насладиться постоянными атаками монстров даже тогда когда вы находитесь в меню магии или предметов вот уж действительно удовольствие в котором не хочется себе отказывать да вы можете использовать меню отряд чтобы расположить отряд так как вам нравится вы можете переместить сильных членов отряда в передний ряд а более слабых в задний использование команды смена рядов во время битвы позволяет менять местами передний и задний ряды если оружие заряжены у нескольких членов отряда вы можете заставить их стрелять по кругу нажав на c это позволит вам изменить порядок в котором они действуют и использовать более эффективную стратегию не забывайте свобода выбора эта часть смелости и вы не обязаны биться до последнего вздоха если ваши дела идут плохо нажмите мягкий знак и бегите изо всех сил также помните что некоторые заклинания накладываются на весь вражеский отряд а некоторые на всю вашу группу нажмите f если хотите изменить назначение целевого заклинания это важно да вот я буду знать какая кнопка и здесь это делается при наложении заклинания через меню магия с выбором команды все вместо отдельного члена отряда вы наложите заклинание на всех членов отряда и мы получаем achievement в стиве training complete вот а ведь как не зря мы сюда зашли завершили тренировку нам дали ачивку где здесь ничего в стенах нет вот так что за книга тантариан там в ней не скрыт давайте продолжим дальше изучать барон вот здесь какой-то мальчик ухты темный рыцарь однако знаешь ты не кажешься мне таким уж злодеем о магазин оружия пока что для нас закрыт на этом этапе игры я думал мы сейчас уже какую-нибудь себе амуницию получше можем прикупить собирался пойти немножко позарабатывать гилы в этом доме еще даму не были и вокруг него хорошо бы походить потому что может быть что-то есть поведение его величество последнее время меня беспокоит даже тебя и твоих людей отправляют на какие-то жуткие задания как я слышала я лишь прошу не подвергай розу опасности не втягивая ее в ваши опасные мужские игры так это дом розы которая была в замке я думала на член королевской семьи или может быть есть не член королевской семьи это хотя бы человек имеющий какое-то положение в замке и проживающий там но нет она оказывается девушка отсюда из города давайте хорошенько посмотрим вокруг дома и и это принесет свои плоды мы нашли зелье не только зелье но еще одно зелье так это все конечно хорошо а здесь мы не можем можем может быть и здесь что то есть так на осталось еще вот этот участок города нам исследовать с вами здесь какая-то девушка господин и я я никогда не распускал слухов о его величестве клянусь давай-ка я просто дам тебе одну вещицу и мы обо всем забудем лады я не знаю что нужно выбирать я не хочу не пугать никого чем более девушек она чего-то боится ну если нажму нет понимать я не хочу от нее ничего брать поскольку я ничего в даже не знаю чем она говорит вот но ответ нет может восприняться ей как грубость и как на какой-то такое знаете наезд поэтому я выберу да хотя я не хочу от нее ничего брать вот это поворот если бы знал точно бы отказался забавно конечно забавно конечно так вот видите так скромно одетая я девушка оказалась совсем не скромной да не надо да я хотел нет выбрать сейчас я зрители обвинят в желании повторно смотреть эти эротические танцы так сейчас нужно выбрать нет но такой вот неожиданный неожиданный момент вперли сюда так как он там не захлебывается там хоть бы ачивку там дали какую-то за то что мы посмотрели этот танец что то есть тент здорово еще что то есть бронзовые часы так а это интересное что нужно посмотреть что это такое накладывает краткосрочный стоп а есть какая-то дополнительная информация нужно сортировать так вот таким образом еще очень внимательно исследую этот бассейн больше ничего но но город мы посещаем не в последний раз я уверен что-то если и упустили то еще найдем Найдем. А сейчас двигаемся в пещеру. Которую. Перед этим я хочу зайти обратно в замок. Это разумно. Потому что может быть мы можем вернуться и попасть в какую-то область. Ранее недоступную. Но нет. Сказано не пускать пока вы не выполните задание в долине туманов. Приказ его величества. Нас отправили без всяких благодарностей на следующее задание. Еще и закрыли для нас доступ в замок. Это разумно. Это разумно. Сейчас я не перебываю. Я не перебываю. Это разумно. Это разумно. Это разумно. Да, я хотел использовать предмет Посмотреть вот этот Накладывает либра Что это такое? Сейчас вступим в сражение Интересно, если на берегу пытаться сражаться Может быть будет какой-то Монстр в другой Вот здесь, на берегу Чуть-чуть не дошел Облака даже двигаются На фоне Неплохо Вот сейчас либру проверим Так Где она? Здорово Это именно то, что я И хотел увидеть То есть этот предмет Производит анализ Мы теперь видим уязвимости И здоровье Нашего Нашего Противника Значит нам нужно сейчас пойти закупить еще этих предметов И просканировать всех Встречающихся нам здесь Монстров Так, это я не сюда зашел Давайте это сделаем Чтобы у нас всегда была информация О всех противниках Так, я думаю, что у нас сколько У нас только 139 гил Да, плохо очень Я хотел Закупиться По-крупному Ну ладно Сейчас Я думаю Добудем Здесь При сражениях У нас сейчас есть Три Еще Разновидности монстров Нам как раз попадалось Четыре Вот Давайте сейчас Займемся этим сканированием Нет, нет Не нужно менять ряды Я Не хотел, чтобы вы Переходили в задний ряд, друзья Сейчас нужно обратно поменять Я просто привык, что Вещи В девятой Файнал Фэнтези В самые последние И так как-то По привычке Нажал не туда Слушаю вот боевую тему Ничего Она так И сразу Проецирую в голове Смогу ли я ее Исполнить для Виртуозила Game Music На баяне Или может быть На цифровом пианино Так Вот здесь, конечно 16-ые ноты Интересно звучат Ну, еще Сразу Мысль У меня такая Возникает Возможно ли, что Анализ Не сработает Или Например Изучит цель Не полностью Во, мы здесь Видим уязвимости Огонь И Воздух Давайте пока Сюда Прогуляемся Внезапный удар Это плохо Так Мы, конечно Поступили Интересно Мы Сделали прыжок И оставили Для битья Сейсового Которого Меньше Жизни Критический прыжок Нанес Нанес Аж 172 единицы Урона Not bad Так Сесил Повышает уровень У меня интересно А есть ли где-то у нас В меню теперь Бестиарий Чтобы посмотреть Информацию О Монстрах Здесь Так Предметы Маги Снащения По навыке Статус Команда Настройки Быстрое Сохранение Ух ты А на карте Мира Есть Слоты Для Сохранения Вот это Здорово Я думал У нас Всего Один Давайте Сразу Сделаем Несколько Сохранений Это Очень Радостно Я так Вначале Посмотрел Думал Всего Одно Сохранение Может быть И Мне это Очень Не понравилось Всегда Хорошо Иметь Друзья Несколько Сохранений Потому что Можно Знаете Совершить Какую-то Ошибку И допустим После нее Уже Сохраниться Но если У вас Есть Сохранение Которое Вы делали Еще Ранее Оно Как раз Позволит Загрузиться С нужного места И больше Не допускать Ошибок Так Я не успел Посмотреть Дайте я посмотрю Что там за Слабость у гоблинов Нет у них Слабости Они Просто 30 хп Одноударные Первые Противники Так Нужно Еще Посмотреть Сколько Восполняет Здоровье Зелье И Восполняет Ли Оно В бою Больше Чем Если Бо Я Использовал Его Непосредственно В меню Из Инвентаря Вот На Экране Когда Бой Не Идет Сейчас Посмотрим Сейчас Посмотрим Так Так Эффектно Выглядела Эта Способность Птицы Что я Думал Что сейчас Сессил Вообще Упадет Написано Что Восполняет 100 Едет Здоровья Так Нам Причинили Какой-то Вредный Статус Вы видите Что Вокруг Сессила Появилась Пыль Какая-то Пар Посмотрим Остается Леон С нами После Боя Нет По всей Видимости Не остается Но Тоже Нужно Знать Что Это За Такой Был Статус Так Ну что же Я думаю Что я Здесь Пока Иду До Пещеры Немного Покачаюсь Даже Не знаю Стоит Вырезать Этот момент Наверное Нет Там Не так Много Осталось Нам Ити Но С другой Стороны Я вам Все Окрестность Показал Поэтому Да Я пошел К пещере Немножко Покачаюсь И тогда Уже Продолжим С места Входа В пещеру Так Друзья А Кстати Говоря Прокачиваясь Тут Немного На карте Мира Я В небольшом Лесочке На На карте Мира Вот Который Расположен Юго-западнее Замка Нашел Лес Чокоба В воздухе Чувствуется Можно Применить Ключевой Предмет Нет Не применяется Я так понимаю Здесь нужно Применить Какой-то Предмет Типа Зеленки Гетсал У меня Правда Его нету И Тогда Мы Вызовем Сюда Что-то Вот Сюда Возможно Возможно Это будет Толстый Чокобу Ему Можно Будет Отдавать Предметы Как В третьей Части Это Было Но Поскольку Сейчас Нужного Предмета Нету Наша Любимая Музыка Чокоба Может Пересекать Реки Кстати говоря Интересно Не только Реки Но и Ничего себе Так может Мы можем На нем Куда-то Попасть Нет Моря Все-таки Они более Более Насыщенным Синим Цветом Выделены Так что Какие-то Мелкие Озера И реки Он может Пересекать Ну да И конечно Когда вы Используете Чокобу То вы Ограждены От Случайных Сражений На карте Мира И это Удобно В некоторых Случаях Так что Знаете Что Вот в этом лесу Можно взять Чокобу Сейчас покажу Вам Вот замок И вот Этот Кругленький Такой Лисочек Вот В нем Есть Чокоба Что же Вот мы И у Пещеры Что Произошло За Период Прокачки За Период Прокачки Мне Выдали Две Ачивки В стиме Одна Бронз Хантер Которая Дается За 100 Убитых Монстров И Еще Одна Э Блад Стейнед Рот Которая Дается За Достижение 15 Уровня Сесил Собственно Вот у нас Персонажи 15 И 14 Уровень Я Купил Бестиариев 5 штук Для того Чтобы Здесь новых Монстров Сканировать Ничего не пропускать И И Давайте Войдем В эту Пещеру И Посмотрим Какой Жен Будет Мрачной Холодной А может Теплой Или Уютной О А здесь Нас Встречает Немингвей О Приветствую Тебя Снова Твое Имя Сесил Не правда Ли После Нашей Последней Встречи Я Попытался Придумать Новый План Жизни Какую Карту Своего Дальнейшего Пути И Раз Уж Я Стал Немингвей Становится Меппингвей Картографом Ах да Возьми Вот это Получена Карта Путешественника Эта волшебная Карта Будет Наполняться Содержанием Когда ты Будешь Проходить По Пещерам И Подземельям И Это Еще Не Все За Каждую Заполненную Карту Ты Получишь Чудесную Награду Я Надеюсь Что Тебе Это Пригодится До Скорой Встречи Конечно Я Хочу Заполнять Карты Как Ее Включить Скажи Пожалуйста Какой Кнопкой Мы Можем Включить Ее Ага Вот Очень Хорошо Что Показывается Процент Заполнения Карты Я Сразу Уже Выйду На Карту Мира И Проверю Работает Лето Здесь Не Успел Выйти Сражение Но Это Только Плюс Дополнительный ИГИЛ Дополнительный Опыт Немного Только Времени У нас Отнимет Но Это Даже Нельзя Считать Потери Времени Потому Что Это Final Fantasy И Вот У нас Кайн Опнулся До 15 Урня Так Карта Здорово На карте Показана Та Часть Которую Мы Исследовали И Видно Также Замок Бэрона Правда Замок Город Не Разделены Между Собой Но Может Быть Потом Это Изменится Хорошо Что Нам Дали Карту Так Все Теперь Точно Идем В Пещеру Будем Открывать Ее На 100% Посмотрим Посмотрим Какие Нас Монстры Здесь Ждут Что То Здесь Какая Активность Капающая Вода Может Как То Можно Приблизиться Знаете Можно Было Вот В третьей Части Final Fantasy Приблизить И Посмотреть Поближе И Тогда Можно Было Что Найти Или Это Просто Просто Красивый Графический Элемент Который Делает Наше Путешествие Еще Интересней Так Это Все Те Же Игла Крысы Но Я Думаю Что Новые Противники Нам Здесь Тоже Встретятся Поэтому Мы Обязательно Должны Всех Изучить Красиво Лежащий Сундучок Уходите Кто Здесь Чей Такой У вас Сказал Уходите Целых Два Новых Противника Это Классно Ага Этот Это Бабочка Песчаный Мотылек На Баттерфри Похоже Покемона Я Могу Ошибиться С его Названием Но В Покемонах Был Такой Покемон По-моему Назывался Баттерфри Но Опять же Могу Ошибиться У нас Остаются Два Монстра И теперь Самое Время Изучить Их Да Будильник Я Кстати Тоже Взял В одном Из Сражений Когда Качался Давайте Смотри Ка Начнем Так Сделали Окаменение На Каина Или Нет Потемнел Так Не двигается Может Быть На него Сделали Слепоту Нужно На него Капли Использовать Я Понял Это Замедление На него Сделали Так Что с этими Сталактитами Мы не можем Их Потрогать Оторвать Активировать Секретный Проход Никак Здесь Еще Капли Нужно Нужно Лучше Лучше Активи Нужно Замедление Лучше И Ernest Нужно Нужно Это У Я Замедление Лучше Ждет ли нас еще какой-то новый вид монстров здесь, чтобы использовать бестиарии. Мне кажется, нас будет поджидать здесь босс. По логике он уже должен быть в конце. Я сперва, друзья, захожу сюда, смотрю нет ли каких-то тайных вещей. А теперь иду к сундуку. Ничего себе, аж 6 противников. Вот в этот раз замедлили. Мне интересно, есть ли что-то, что замедленнее снимает у нас. Все сила. Вот бы еще знать, где будет нас поджидать босс, чтобы я вылечился перед ним. Пока что сражения совсем не составляют никакой трудности. Никакого такого палатка. Еще одна, хорошо, спасибо. Никакого труда не составляют. Босс, уходите туда, откуда пришли. Этот голос, кто он? Так, ну, места осталось мало. 91% исследован. Давайте еще проведем здесь пару сражений. Вдруг какой-то новый вид монстра будет. Каин начинает поединок с критического удара. Да, начало очень простое. В четвертой части, друзья, мало того, что монстры элементарны. С учетом, что мы играем на сложном уровне сложности. Так еще и два героя у нас. Они войны. И хватает обычной атаки для того, чтобы с одного удара монстра убивать. Даже нет смысла сейчас Каинам использовать прыжок, чтобы не терять время на это. Спокойно управляемся стандартной атакой. Поделюсь с вами пока новостями. На днях на виртуозила геймьюзик я запишу на баяне тему тифы из седьмой в финалке, как вы и хотели. Проголосовав в группе за нее. Я думаю, будет все красиво. Обязательно сходите и послушайте. И напишите, что вы думаете, а также что хотите услышать в следующей. Так. Здесь вот я еще даже сундуки отображаются на карте. Это очень хорошо. Это тоже мне очень нравится. 93% я давайте здесь полечусь, потому что есть у меня предчувствие, что на входе нас может поджидать босс. И мы должны во все оружие к нему подойти. Так, ну тут не хватает 10 жизней. Нерационально будет сейчас использовать зелье. Люди из Барона. Ты знаешь, кто мы? Уходите туда, откуда пришли, и останетесь невредимы. Дальше вы не пройдете. Покажись. Вы не вняли моему предостережению? Давайте скажем, что вняли. Нам нужно доставить это кольцо в деревню Мист на той стороне. Да будет так. Туман сгущается. И вот он, туманный дракон. Потрясающая музыка битвы. Так, сразу я хочу использовать на тебе бестиарий. Я надеюсь, на боссов это работает. Но здесь, конечно, используем сильную способность Кайна. Прыжок. Так, это тот самый дракон, которого нам сказали победить. Что же, нужно возвращаться после. Ага. И мы все равно не знаем, сколько здоровья. То есть, наверное, еще нужно использовать бестиарий. Давайте попробуем. Все-таки иногда одного недостаточно. Так, вот он и исчез. И здоровье по-прежнему неизвестно. Ладно, произведем несколько атак. Я понял. Пока он в тумане, значит, его лучше не атаковать обычными атаками. А других у нас нет. Встанем в защиту. Вот мне подсказку дают. Не атакуйте, пока дракон не в звериной форме. Но я догадался уже. Сесилу нужно пополнить здоровьем. Ты тоже, пожалуй, полечись. Или полечить. Да, Сесила у него меньше. Здоровья. А теперь мы можем производить атаку. Я хочу произвести несколько атак обычных и попробовать снова его проанализировать. Нужно сейчас использовать еще навык тьмы, поскольку мы на боссе, чтобы доносить больше урон. Так, у нас последний бестиарий. А может быть, просто нельзя узнать, сколько у босса жизни. Это интересный момент. Да, здоровье во-прежнему не показывается. А у нас закончились наши бестиарии. И вот сразу в моей голове возникает конфуз. Либо столько раз бестиарий проходил мимо. Мы сейчас, убив этого дракона, не изучим его полностью. Что недопустимо, собственно. Либо у боссов нельзя узнать, сколько жизней. Так, мы подошли к выходу из пещеры. Карта Туманной пещеры пройдена. За это получено 5 делей. Награда выдается сразу. Здорово. Нам нужно выходить. И что ждет нас впереди, друзья? В следующей части мы узнаем это. До следующей части.